Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский. И далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 26 октября. Омскую мать-кукушку объявили в розыск. В августе этого года, освободившись из мест лишения свободы, женщина бросила грудного ребенка в парке. Сегодня ее должны были судить по статье «Оставление в опасности». Но в суд обвиняемая не пришла. В суде зачитывают рапорт приставов. Мать-кукушка не явилась на слушание собственного дела уже второй раз. Судебные исполнители попросту не нашли женщину по месту жительства. Проживает у матери в районе Курт-Аптура. Адрес не знают. Видели ее месяц назад. Приезжала завещание. Устроилась работать техничкой, где не знают. Такой причине приводит осуществить не представилось возможным. 32-летняя Евгения попала в женскую колонию на восьмом месяце беременности. Ее на полгода лишили свободы за то, что она не выплачивала алименты на трех своих старших детей. Два сына и дочь уже долгое время проживают в детском доме. И мать никак им не помогает. В марте этого года в Челябинском исправительном учреждении Евгения родила девочку. Однако семейное счастье закончилось одновременно с выходом на свободу. Мать прямо с железнодорожного вокзала поехала в парк Октябрьского округа. Здесь, найдя укромное место, кукушка оставила грудного младенца на земле. В кустах оставила свою нороворожденную дочь на участке местности, не находящейся в прямой видимости со стороны тропинки, по которой осуществляется движение посетителями парка. После чего Жукова, не совершив каких-либо действий по уведомлению государственных и муниципальных учреждений, а также иных лиц о своем поступке, покинула место происшествия. Поиски непутевой матери продолжались неделю. Найти подозреваемую помогли сотрудники Челябинской колонии. Они прислали в органы опеки Омской области факс, в котором сообщили, что Евгения освободилась и следует с грудным ребенком к себе в город. Когда инспектор ПДН пришел домой к разыскиваемой матери, та начала отпираться, поясняя, что ее перепутали с другой женщиной. Как выяснилось, сожитель подозреваемой ничего не знал о родившемся ребенке. Женщина пояснила, хотела начать жизнь заново. Действия Жуковой квалифицированы органами следствия по статье 125 Уголовного кодекса Российской Федерации, как заведомое оставление лица, находящегося в опасном для жизни здоровье состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству и вследствие беспомощности. Горе матери за оставление ребенка в опасности грозит до одного года лишения свободы. Впрочем, женщину еще предстоит отыскать. Суд временно приостановил рассмотрение дела и объявил Жукову в розыск. В Омске задержали 22-летнего жителя, который минувшей ночью разбил стекла у 12 машин. Молодой человек свой поступок объяснил тем, что был пьян. Ранее он не был судим, и вот теперь в его жизни может начаться черная полоса. В полпятого утра в полицию обратился владелец Хендай и сообщил, что у него поврежден автомобиль, припаркованный во дворе на улице Лукашевича. Обследуя территорию, оперативники обнаружили еще 11 машин с подобными повреждениями. Вот утром просыпаюсь и разбито стекло. А вот ночью сигнашка не сработала? Сработала. Но без людей вот никого рядом не было. Полицейские пустили по следу служебную собаку. Овчарка привела сотрудников в пятиэтажку, рядом с которой и были припаркованы разбитые машины. Прибыв по указанному адресу, при осуществлении по квартиру обхода, было установлено, что молодой человек, который причастен к данным деяниям, проживает в квартире вот этого дома. По адресу Лукашевича, 11 я. В ходе беседы было установлено его причастность. Данный человек был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Молодой человек рассказал следователям, что ночью возвращался пьяным из гостей. Зачем начал бить стекла, объяснить не может. Причем бил без разбора. И отечественные, и иномарки, и сигнализации, и без охраны. Вандал наносил удары только рукой. Вторую руку. Нормально. Сожми, разожми. Нормально. Задержанный работает на стройке. Ранее не был судим. Сейчас его судьба зависит от размера причиненного ущерба. Уголовное дело могут завести, если сумма превысит 2000 рублей. Известно, что некоторые автовладельцы пострадавших машин уже заплатили за установку стекол по 3000 рублей. В Москаленках районный суд вынес приговор четыремом мечам, которые летом прошлого года с оружием ограбили фирму, добывающую на озере Рачка Артемия. Примечательно, что злоумышленники для реализации своего преступного плана еще и угнали две машины. И вот все члены группировки получили реальные сроки лишения свободы. В июле прошлого года четверо неизвестных, угрожая пистолетами, напали на работников омской фирмы, которая занималась промыслом на берегах озера Эбиты. Злоумышленники похитили 600 мешков с икрой Рачка Артемия. За один килограмм такого биоресурса на черном рынке платят до 10 долларов. Содержанный? А вот хотелось бы знать, потому что какой-то песок грузили. Как вы говорите, за ягодами приехали? Ну, я же сказал, попросили помочь, ребята, и сказали, что заплатят. Вы едете сюда на машине с девчонками дальше. Кто вас попросил в какой момент? Что? Кто попросил грузить песок? Ребята попросили возле магазина. Сказали, хотите ли заработать. Песком называют икрурочка Артемия. Биоресурс обитает в соленом озере и находится под угрозой исчезновения. Омская компания на законных основаниях ввела добычу икры. В тот день 600 мешков с Рачком должны были отправить на базу. Но преступники успели похитить товар до момента его вывоза с озера. Ущерб предприятия оценило в миллион рублей. Совокупность собранных материалов позволила сделать вывод о том, что группа тщательно готовила к совершению преступления, изучала рынок сбыта, биологических ресурсов, организовала пути вывоза похищенного имущества с перегрузкой на заранее приготовленные автомобили. В счет возмещения причиненного ущерба возвращены изъятые из 137 мешков икры Рачка Артемия. Кроме того, наложен арест на имущество одного из соучастников организованной группы. По данным следствия, члены ОПГ угнали КАМАЗ, груженный икрой, а также автомобиль УАЗ. Грузовик фигуранты спрятали в лесу и уже оттуда вывозили планктон на арендованных машинах. Троих подозреваемых задержали по горячим следам 4 февраля этого года. Все обвиняемые – жители Омска в возрасте от 25 до 45 лет. Один из них ранее неоднократно судим. Следователи провели около сотни очных ставок и опознаний. Получены результаты – 10 экспертиз, доказывающих вину фигурантов. В итоге все подсудимые получили реальные сроки лишения свободы от 4 до 4,5 лет. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенна-7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова